привет народ в общем ситуация какая ступеньки в подвал на ступеньке и вот на этот уголочек вот он уголок я ложу щит вот здесь у меня щит просто он стоит я его взял бросил сюда и у меня получается такая себе импровизированная яма ну если просто допустим масло поменять то даже можно просто со ступенек наехал машиной колесами остановился скрутил если нужно что то дальше проехать то тогда вот это щит и полностью по всей длине ямы полезная площадь можно работать под автомобилем что то делать но вопрос в том что если задом ждать машина подбирается в стол колеса вот здесь то есть залезть в яму не представляется возможно то есть получается что для того чтобы вот сейчас мне поменять масло в машине мне нужен скажем так поможет вот я сейчас залез брошу щит потом санька заедет на яму сюда и я уже тут смогу поменять масло не всегда это удобно потому что не всегда как бы есть санька у саньки работа у саньки дела то есть не всегда есть кому помочь поэтому ну было принято такое решение вот эту лестницу сейчас мы хотим развернуть вот сюда поставить так что если что я мог до половины ямы заехать сюда и сюда спуститься а вот этот вот уголочек мы сейчас открутим мы здесь у нас на четырех анкерах и переслепим в эту сторону здесь у нас подвал полностью сплит со спешек сложенный то поэтому не будет проблем никаких поменять это все местами но единственная проблема что здесь вот 35 сантиметров да не хватает до стены там стена и ровно выходит здесь вот этот 35 сантиметров участок то есть ну будет лестница еще чуть-чуть дальше ну в принципе не вижу в этом никаких проблем сейчас будем вот эту историю делать то есть сначала сейчас привернем лестницу в эту сторону потом снимем вот эту историю и точно так же на уровне припьем и посмотрим ну единственное что получится что вот этот вот стеллаж у меня да вот этот вот щит нужно будет обрезать на на вот это расстояние будет он чуть-чуть короче в принципе попробуем получится получится я думаю получится куда наденется просто что ну так будет удобнее потому что реально неудобно вот если я сам в гараж приехал да и хочу поработать что-то с машиной там допустим посмотреть даже на ходовку приподнять там то я допустим заехал на домкрат приподнял и потом мне приходится вот на эту яму прыгать а с больной спиной это не есть хорошо ну и так же в лафе потом приходится вот таким вот образом тоже не очень удобно в общем саму лестницу мы переставили перекантовали все замечательно но вот здесь чуть-чуть у нас лужа вот так вот нужно будет кусочек подрезать чтобы лестницу сместить потому как ну если по ручкам сверху от санька покажет сейчас то здесь у нас сантиметров пять от стенки а здесь плотную по стенку вот ручки вот ее нужно чуть-чуть сместить сюда то есть сейчас я сварочник ну чтобы болгаркой сюда не подвезешь уже сварочник включу и кусочек вот этот вот отрежу просто и мы ее чуть-чуть сдвинем сюда потому как вот выше ее нужно по самый верх поднять но выше она уже не становится потому как выпускает этот кусочек в принципе берем отрезаем его да и все проблемы и сегодня да и а и и снимать оператор не бой сварку снимал и жёг мне матрицу признаваться снимал киевните головой кто видел что он снимал партизан нельзя сварку снимать в общем в принципе всё вот так вот и мы сейчас просто не все таки надо залазить вниз и снизу подвигать потому как я сам не потянул в принципе вот так должно все получится сейчас полочку снесем просто что возле защиты у меня был метр девяносто а сейчас он будет металл пятьдесят метр пятьдесят пять то есть ну чуть чуть короче будет но в принципе мне этого считаю для того чтобы адекватно там разместиться удобно там и чемоданчик можно поставить с инструментом да вот так место главное что теперь когда ситуация в чем основная что ну на этой машине я могу заехать без проблем абсолютно а вот на той машине на той машине заезжает колеса вот сюда вот так вот где то да то есть в принципе на яму я заехать могу дальше крыша не пускает ну а морду я засунуть могу то есть но залезть отсюда не получилось да то есть я сейчас заеду и лестница там понимаете мне как то нужно либо нырять либо сначала залезть положить щит и потом прыгать сюда на щит ну и лазить тоже неудобно а сейчас я себе заехал спокойно по лестнице спустился и все вот в принципе вот будет как то так пока она не нужна выключаем ну вот да немножко неудобно то есть здесь вот руку даже не поставишь очень близко а здесь нормально то есть сейчас сейчас подвину просто чуть-чуть сюда сдвинем уже есть место куда двигать там буквально сантиметр много не нужно но сейчас сдвинем до конца и поставим то есть чтобы у нас уровень получился с полкой потом мы вот эту полку снимем и вместо нее прибьем тот уголок выключай камеру и спускайся ну вот так это будет выглядеть щит мы уже отпилили вон там лишний кусок получается у нас не знаю сантиметров сорок до 50 вот такой вот теперь получится у меня щит внизу лежит вот эти полки с этой стороны вон они стоят да то они будут мешать по этой причине мы их сейчас перенесем нам просто электрик сделал пока вынужденный перерыв отключил свет здесь у нас получается от стеллажа вот от этого до щита метр а с той стороны метр восемьдесят вот туда получается вот глаз поэтому вот эти полки сейчас мы посрезаем их аккуратненько вот доски и перенесем здесь получится в 4 полки поэтому ну даже удобней будет то есть на них удобнее будет располагать что то здесь опять жеrid можно будет свободное место здесь опять valid вот так вот получается Ну, в принципе, пока нажимаю на паузу, посмотрим, покажем уже конечный результат А пока электрик нам сделал вынужденный перерыв в работе, отключив электричество Мы на газу закипятим чайку, пока попьем В общем, полочки, которые там были, раз, два, три, четыре Вот четыре полки там было, мы сняли их Были они на дюбелях, застрелены, то есть, в СПшку Ну, как бы ситуация такая, что пистолета дюбельного у меня нету Походил к электрику, спустился, спросил, он говорит, у меня есть, он говорит, в селе, поэтому только через выходные туда Ждать сильно нету времени, хотелось бы сегодня полочки повесить, только с той стороны, на другой стенке Санька говорит, Русик, у тебя же сверлилка есть Я не хотел так сверлить дрелью Говорит, сверлилка есть, стал по одной, раз, 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 в принципе Я думаю, ну и точно, остановщик же есть Поэтому Намного проще Через дрелью убираться Да, да, да То есть вот таким макаром мы сейчас на 10 отверстий понабиваем на каждом. Вот такая получилась дырдочка. Попросферлюем сейчас по-быстренькому. И уже проще намного на пластиковый дюпель. Вернее, ну на пластиковый дюпель с пластиковым этим самым. Как он там называется? В общем, вы меня поняли, да? Вот такие вот дюпеля, в общем. Вот на такие дюпеля это все сейчас посадим. И будет у нас полочка. Четыре полки будут с другой стороны абсолютно. То есть быстренько сейчас шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, перфоратор сверлит. Тут то же самое сверлиночка. Быстренько раз-раз-раз насверлили и вперед. Все, играет только дует, да? Да, да, не, ну хорошо, когда действительно. Потому что стоять на полу, сверлить у меня спина больная. Поэтому вот так вот раз и погнали. Так намного проще, удобней. Стоишь, спину не ломаешь. Перевернул, выживаю с стороны прострюлю. То есть, ну как бы, удобно. Я бы не сказал, что сильно быстро, но тем не менее, как бы, да? Нормально. Здесь даже в отверстие попадем. Вот так вот. Раз-два и все. Сейчас быстренько просверлим. Потом быстренько прибьем это все. Ну и покажем уже конечный результат. Вот так вот. Ну вот, в принципе, и все. Решили полки не четыре так в ряд делать, как они там были. А вот так, чтобы тут что-то можно было поставить. То есть, как бы, увеличить полезную площадь гаража таким образом. Прикольная штука, кстати, вот эта вот. Кронштейн под стиложей щелк-щелк и все. Раз, не-не-не, надо смазать. Кстати, прошлый раз загручивал баллистовым смазалом. То намного лучше заходят на баллистолище, чем на масле. Масло сейчас только есть, баллистола нет. То заходили на баллистольчики намного лучше. Масло что-то не хочет, не то. Вот, как-то так, в общем. Так, где я делал, как будто. Шуруповер в ремонте. Сегодня звонили, что завтра его отправят не обратно. Но пока вот как раз вся работа пришла наружу. Так бы я только сжил, не только довел конца. А так приходится вот ручками и все ручками. Ну, в принципе, вот получается как-то так. Сейчас еще поставим годочку, да покажем, как это получилось. Пока выключать. Ну, вот и все, в принципе. Вот так вот оно и будет. Все. В общем, как-то так. Сейчас это все запьется, забросается. Доски, конечно, не новые, не ровные, но бросил туда сейчас он палатку и забыл. В принципе, забрасываем вещи. Говорю, шикарная вещь. Да. Только на меня не брызли. Я не боюсь. Я не боюсь. Короче, уборку провели. Ну, туман еще стоит, слегонца. Пыль прибили. В общем, вот таким макаром у нас это все выглядит. То есть, если нужно завесить вдруг на второй этаж, да, то делайте это просто. Вот у нас лестница есть. Раз. И все тут видно, все это встать можно. То есть, абсолютно без проблем. Эту же лестницу. Отходи куда-то, сами. Эту же лестницу. Вот раз. Чуть-чуть неудобно, конечно. Вот так. Раз. И раз. Можно посередке поставить, когда работаем. Когда не работаем, можно в сторону и даже вот так вот выходить. То есть, в принципе, вот я наверху могу крутить автомобиль. Что мне нужно делать? Могу даже не убирать ее. Ну, в принципе, так как она тут не нужна, то она ставится в сторонку и все. Убирается, опять же, две секунды. Раз. Оп. Все. Никому не мешает абсолютно. В случае чего, брюки превращаются в элементарную лестницу. Нужно залезть на второй этаж, пожалуйста. Что тут лежит у нас, посмотреть абсолютно без проблем. Можно положить вот там. В принципе, вот так вот, оттуда, Санька, сойди. Вот так вот сэкономили место. Потому как вот там были четыре полки, они только мешали. В случае перестановки лестницы. Лестница стоит. Мы ее не закрепляли, ничего. Но стоит она, ну, довольно-таки. В принципе, при желании, можно там даже прихватить будет сверху. Но она стоит монолитно. Ничего не нужно. Вот и все. Мокая ручка. Вот так вот получился вот такой вот переворот в подвале. Потому как сейчас у нас крышки также поменяются местами. Маленькая крышка идет сюда, большая крышка идет сюда, закрывачка. Все, теперь можно заехать автомобилем на яму, двигателем, обыкновенно спуститься себе, поставить и работать. В принципе, вот что и требовалось заказать, скажем так, как говорят в математике. Задачу поставленную на сегодня выполнили. Едем на подводную охоту. Все, пока-пока, увидимся. Ну, теперь у нас все наоборот. То есть, кто помнит, у меня вот эта маленькая часть, короткая, скажем так, дверь, да, была с этой стороны, а большой щит был с этой стороны. Теперь наоборот все, заходить отсюда, мне кажется, вообще стало удобней. Ну, и удобней в первую очередь то, что можно ходить в этой части гаража, когда хочешь проветрить, допустим. Или что-то нужно там в подвале забрать, то здесь реально стремно было ходить. То есть, открыл вроде как и ходишь, и если особенно дверь закрыта, то тут проходить, ну, получалось, там в яму всегда нужно было ходить. Поэтому за себя я не переживал, но когда, допустим, тут либо мелкие у меня, либо Саньки постоянно говорю, Саша, не упади в гараж, Саша, не упади в гараж. Жена тут у меня в гаража не ходит, поэтому нормально. Но вот если кто-то пришел в гости, я что-то делаю, то, знаете, ну, неохота, чтобы гость свалился и сломал так себе ребра или еще чего-нибудь. Потому как, ну, были случаи такие, что люди падали в яму и все. Ну, вот так вот, в принципе, шнурочек, вот этот мой парапор, да, который вот держит, даже не пришлось перевязывать. То есть, его хватило для того, чтобы вот это все развернулось. И вот шнурочек я зацепляю, тут бедерку сделаю, и вот он держит дверь. В принципе, все. Теперь уже точно все. Поехали мы на рыбалку, вернее, на подводную охоту. Пока-пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok